Здравствуйте! В эфире военная программа, я и ее ведущий Александр Сладков. Мы находимся в городе Сухуми. В республике Абхазия сохраняется сложная военно-политическая ситуация. Что за этим термином, кроме информации, стоит? Если вы находите его в газетных строках или слышите по телевизору, ничего, никаких личных впечатлений. А вот если вы приезжаете сюда и попадаете на восток республики, в Гальский район, или в Кадорское ущелье, и понимаете, что в каждый момент вас могут или подорвать, застрелить, или взять заложника и везти на соседнюю территорию, вот тогда это эмоции. Тогда вы до конца понимаете, что значит сложная военно-политическая ситуация. Вот как выглядят эти опасные места. Гальский район. Несколько часов назад здесь произошла перестрелка. Здесь в этом месте, да? Нет, конечно, кто там покажет сейчас. Так, а там кто сейчас находится? Миротворцы. Переходим приток реки Ингури. На той стороне заросли, это Грузия. Здесь временный пост российских миротворцев. Старший капитан Магомед Мурзаев подтверждает лишь одно. Ночью на этом месте 30 минут шел бой. По поводу этого случая. Версий очень много, но толком понять ничего не смогу. Никаких следов, гильз, ничего не обнаружилось. Абхазские пограничники отражали нападение неизвестных, пришедших с грузинской стороны. Возвращаемся туда, где предположительно были позиции оборонявшихся. Прокурор Гальского района Роман Каба объясняет нам свою версию. Один абхазский пограничник захвачен в плен, затем убит. Его тело находится на грузинской стороне. Вот место, где обнаружены гильзы, предполагаемое место, где... Это вот где мы сейчас находимся, да? Где мы сейчас находимся, да. Где стрельба началась. Местные милиционеры говорят, такие прорывы вооруженных групп из Грузии происходят постоянно. Вы сами видели и наблюдаете, что здесь никаких ограждений нету, ничего нету. Они спокойно могут переезти на нашу территорию и взять заложники любого гражданина, в том числе и сотрудника таможни, погранзаставы, милиции, любого местного жителя, что неоднократно происходило и происходит на этой территории. Абхазская тюрьма. Здесь отбывают срок те, кто с оружием в руках пришли из Грузии убивать, брать в заложники. Заложники как бы цель не имели, не имели нас ничего, чтобы захватить вот так вот так. Ну, так получилось. Вот личное дело одного из тех, кто отбывает наказание. Номер 192. Шария Юрий Аксентович. Убийц и террористов в Абхазии не расстреливают. Тюремное заключение. Без разрешения властей перешли государственную границу с Грузией в республику Абхазия с двумя автоматами, значит, где они останавливались, с кем общались и что в конце совершили. Юрий Шария, один из засужденных, рассказывает, за что он попал за решетку. Я вижу такую картину, что... Он говорит, перешли границу с Абхазией, навестить могилы родственников. Были с оружием. На обратном пути захватили в заложники 14-летнего паренька. Перевели его в Грузию, там он якобы выхватил у кого-то из них автомат, и его застрелили. В 92-м Абхазия объявила себя суверенным государством. С тех пор она отстаивает свою независимость. Постоянные провокации, постоянное нагнедание обстановки, диверсии, теракты на нашей территории, они порождают отношения наши в том плане, что мы укрепляем постоянно эту границу. Мы постоянно ее укрепляем, и сегодня она укреплена, поскольку те воинствующие лозунги, которые раздаются с территории Грузии, и заявления, они, конечно, нас настораживают. 14 августа 92-го года 3000 национальных гвардейцев Грузии при поддержке авиации и артиллерии вошли в столицу Абхазии, город Сухун. Одновременно в другом районе, в Гагра, высадился грузинский морской десант, который отрезал Абхазию от границы с Россией. Начались позиционные бои. Пытались наступать и грузины, и абхазы безуспешно. В 93-м году, 1-го июля, в тылу грузинских сил высадился доставленный морем Абхазский десант, из 600 ополченцев и казаков-добровольцев. Группировка в Сухуми была окружена. Осенью 93-го года абхазские силы освободили Сухуми и взяли под контроль всю территорию республики вплоть до западного берега реки Имгури. Военная ситуация в этом регионе на долгие годы была заморожена. Взлетаем с аэродрома Бабушары, что под Сухумом. Сергей Покругин, командир вертолета, человек с необычной судьбой. Воевал в Афгане с 92-го года военный летчик Абхазии. Врезаемся в облака. В горах так летать очень опасно. Запросто можно разбиться. Но Сергей сажает вертолет на одной из вершин, нависающих над границей с Грузией. Мы забираем пост абхазских горных стрелков. Они замерзшие до костей, но с приподнятым настроением. Десять суток стояли на границе, перекрывая возможные пути прохода Банк с соседней территории. Похожи ли они, скажем, на наших пограничников, которых нам вот так же приходилось забирать на базу из высокогорных районов Чечни? Ну, может быть, экипировка чуть послабее у этих. Вооружение, а так, условия службы такие же. Холодно было, снег там было. Плохая погода была. Армия небольшая, работы хватает на всех. У нас горно-стрелковые подразделения практически постоянно в горах. Несут боевую службу там. В зависимости от климатических условий, когда выпадает большой снег, пускаются ниже сюда, к берегу моря. В последующем, по весне, опять поднимаются наверх. У нас блокпосты созданы по каналу Ингур. У нас создана система береговой обороны, которая находится в постоянном дежурстве. В любое время дать сигнал, и через буквально минута-две они в состоянии открыть огонь. Вооруженные силы Абхазии за последние два года были значительно реформированы. Парламент непризнанной республики принял закон об обороне, о военном положении, о мобилизационной подготовке. Созданы средние и высшие общевойсковые команды училища, где готовят офицеров-танкистов, артиллеристов, связистов, мотострелков и даже авиационных инженеров. Абхазская армия переходит на смешанный способ комплектования. Солдаты-срочники служат два года, однако их постепенно меняют контрактники, которых в войсках уже 60%. Введена в действие собственная программа подготовки военнослужащих. Солдаты обучают только тому, что необходимо для войны в городе, на морском берегу и в горах. Что такое научить воевать? Научить выполнять все нормативы. Правильно встать в атаку пойти. Правильно осуществлять передвижения на поле боя. Правильно поднести боеприпасы, оказать помощь раненым и так далее. Их более сотни нормативов. Мы вот на это поменьше говорили, поменьше слов. А учить норматив, норматив, норматив. Он становится у нас как бы роботом. Роботом. Вот три месяца, за три месяца он все это осваивает. Он уже боец. Село Цабал. База горно-стрелкового батальона. Отправляемся в путешествие по Кадорскому ущелью. Печально знаменитому. Нас везет комбат Гурам Ину Каглы. Странная фамилия для офицера абхазской армии. Предки комбата выходцы из Турции. Но его мать и отец родились и выросли здесь, в Абхазии. Гурам воевал за независимость в 92-м. Был тяжело ранен, но остался служить. Вот здесь у нас была встреча с Гилаевым. Комбат рассказывает нам, как в октябре 2001-го он случайно столкнулся с бандой Гилаева. Вот я здесь машину оставил за этим поворотом и мы встретились. И бой здесь был. А сколько человек с тобой было? Со мной шесть человек было. Шесть, а их? Человек 800. Вот эти деревья от гранатометных выстрелов, видите, поломаны все. Здесь лично вообще не были. Осенью 2001-го года Абхазия была атакована со стороны Грузии отрядом международных террористов. Ими командовал полевой командир Руслан Гилай. В республике провели частичную мобилизацию сил. Под ружьем стали ветераны событий 92-го, 93-го годов. Они заменили молодых солдат на всех опасных направлениях. Уже в ходе отражения атаки выяснилось, что Гилаев шел в республику для совершения крупного террористического акта. Это мог быть захват российского военного санатория в Сухуми вместе с его отдыхающими, либо прорыв в сторону Адлера для нанесения удара по аэропорту города Сочи. Банда была отлично экипирована и вооружена. Она двигалась в сопровождении представителей грузинских спецслужб. Террористов рассеяли, часть их была уничтожена. Гилаев вернулся через Грузию обратно в Чечню. Абхазские военные ополченцы потеряли в той операции 22 человека. Редактор субтитров А.Семкин